Не целуйте малыша у пяточки, а то поздно начнет ходить. Не кормите рыбой, а то не будет говорить. Не показывайте ему зеркало, он может заболеть. Сколько таких примет вы слышали? Сегодня мы вместе с экстрасенсом Аленой Куриловой и психологом Натальей Холоденко вместе раз и навсегда выясним, каких примет не стоит опасаться, а каким лучше прислушаться. И сегодня у меня в гостях наша постоянная зрительница Елена Баас, которая обратилась к нам с просьбой в этом вопросе разобраться. А вот почему, давайте мы у Лены и спросим. Я мамочка восьмимесячного прекрасного сына Артура. Семья просто замечательная. И, конечно же, помогает мне моя мама, и помогает приезжает свекровь. Вот самые основные моменты. Это, конечно же, их личные советы, их личный жизненный опыт и, конечно же, приметы. Причем во всем везде. И лично я вообще не верю в приметы. Я выношу мусор вечером. А каждый раз, когда перебегает черная кошка дорогу, я убеждена, что это самый наилучший день в моей жизни. А кто для вас больше авторитет? Это, конечно, провокационный вопрос. Мама или свекровь? Мама все же. Но интересный факт, что мама и дает мне очень много советов по поводу. Именно она. Да. И я действительно переживаю, несмотря на то, что не верю. Правильно ли я делаю? А не навредит ли это моему малышу? Ведь это самое родное, что есть. Так что же, девчонки, стоит верить в приметы или нет? Я сегодня пришла именно за тем, чтобы рассказать, в какие приметы необходимо верить. А по поводу каких примет, ну, просто не заморачиваться. Наташа, с точки зрения психолога, какой будет ответ? Ты знаешь, Надя, я хочу подойти к теме примет с научной точки зрения. Дело в том, что многие из них действительно имеют обоснования. Но я хочу, чтобы мы сегодня разобрались, из-за каких действий родители, ребеночек действительно может быть беспокойным, у него могут быть какие-то проблемы. А какие приметы вообще стоит игнорировать, потому что это вымысел, это перекрученная какая-то информация. Поскольку мы хотим сегодня разобраться во всех приметах, которые так часто произносят наши мамы, бабушки, то я попросила Лену сосредоточиться и вспомнить именно те приметы, которые волнуют тебя, по причине, что ты часто их слышишь и не знаешь, доверять или нет. С какой начнем? Нельзя подбрасывать малыша выше головы после захода солнца. Не то он будет плохо спать. Проблема состоит в том, что многие бабушки и прабабушки, заботясь о молодой маме, заботясь о ребенке, они начинают пытаться предотвратить любую возможную опасность. Но в результате это приводит к тому, что они эту маму держат в тонусе, в напряжении, она уже боится что-то сделать не так. Мама начинает раздражаться, мама начинает нервничать. Как результат, ребенок начинает плакать, сердиться, а бабушки говорят, ну вот видите, мы же говорили, вот вы приметы не придерживаете. Вот он и нервный у вас. И в результате все их ожидания про то, что с ребенком будет что-то не в порядке, они реализовываются. Что касается темы подбрасывания ребенка, я думаю, что эта примета возникла из наблюдения. Потому что когда вечером мы разыгрываем ребенка, он перевозбуждается, и в результате он плохо спит. То есть задача состоит в том, чтобы создать такие комфортные условия для того, чтобы ребенок спокойно заснул? Конечно же. Но я хочу подчеркнуть, что до года у ребенка ручной период, когда наоборот телесный контакт, это для ребенка крайне важно. То есть через контакт с родителями он понимает, что все в порядке, все хорошо, он защищен. Поэтому папе можно порекомендовать прийти, сделать ему какой-то такой расслабляющий массажик, погладить его по животику, да, но не веселить, не смешить его. Ну что, понятно стало ли? Ну, конечно. Здесь еще есть одна такая скрытая фраза – выше головы. Вот прыгнул выше собственной головы. Делать бездумные поступки. И тем более в позднее время суток здесь идет такой народный намек – не делай того, где есть элемент или доля риска. Здесь такой как бы совет папе. Я не думаю, что это такое уж страшное суеверие, которого вот надо очень-очень бояться. И с этим мы легко разобрались. Следующая примета. Особенно свекровь очень часто мне говорит, что ни в коем случае нельзя целовать пяточки ребенка. Потому что он поздно пойдет. Как это тяжело. А как его можно не поцеловать? Пяточки. Они же… Конечно, он же маленький. Его же хочется зацеловывать везде и всюду, тем более пяточки. Девочки, что делать? Я вообще первый раз слышу о том, что нельзя ребенка целовать в пяточки. Мне даже трудно представить, почему могла возникнуть идея о том, что это вредно. Контакт с ребенком телесный, особенно до года, это крайне важно. Чем больше вы его целуете, чем больше вы с ним разговариваете, тем больше у него, наоборот, формируется позитивный жизненный сценарий, благодаря которому ребенок будет успешен, благодаря которому он будет уметь принимать любовь от других людей. Ален, целуйте на здоровье мамочки и папочки своих деток в пятки. Но не разрешайте это делать чужим людям. Вот помните легенду Ахиллесова пята? Это самое уязвимое место человека. И считается, что пята у деточек, которые до 9 лет еще ангелы, это место энергетически уязвимое. Поэтому мамы и папы, вы наоборот, своими поцелуями защищаете его пяточки. А вот чужие люди, ну, я бы не рекомендовала разрешать, в всяком случае, некровным родственникам каких-то тактильных контактов с ребенком. Плюс еще нужно беречь от чужого взгляда, чтобы особо не восхищались, особо, как говорится, не глазили. Если ребеночек маленький и остро реагирует на чужую энергию, вот я была маленькая, мама говорила, ты кричала страшно, когда негативная там соседка заходила на порог. Это был какой-то контакт энергетический, который мне не нравился. И очень многие дети просто имеют вот такую реакцию. Если вы боитесь сглаза, ничего плохого не будет, если вы положите под матрасик, под подушечку ребенку крыжму. Или в коляску, если вы ездите вот на улице, гуляетесь там вот. Если у вас крещеный ребенок, это именно та ткань, которую крестная мама приносит на обряд крещения. И в крыжму принимает покрещенного младенчика. И потом вот эта крыжма является очень мощным оберегом. А есть у вас такая? Конечно. И еще есть такой маленький человеческий советик. Помните ленточки? Голубая мальчику, розовенькая девочка. Конечно. Зачем это было? Затем, что когда ребеночек совершенно маленький, идет такой вот отвлекающий маневр. Взгляд идет на яркий, атласный, розовый или синий бант. А вот в чем дело. Пускай это будут какие-то шляпки яркие, яркий бант или какая-нибудь погремушка яркая в руках у ребенка. То, что вводит взгляд от ребенка. И очень часто бывает, что детки с яркими элементами и пятнами в одежде лучше себя чувствуют, быстрее адаптируются в детских учреждениях или в учреждениях, там, где очень много людей, где вот такой вот комок непонятной энергии. Вот вы знаете, насчет сглазов хочу сказать, что когда у меня ребеночек тоже был маленький, меня свекровь научила на вопрос, как дела у ребенка, отвечать, как у всех детей. Как бы вот максимально нейтрализовать информацию. И с продолжения того, что сказала Алена про отвлекающие элементы в одежде, действительно, это хорошо, потому что люди бывают разные. И мы когда-то с мужем в Эстонии купили такую шапочку для ребенка в виде мишки. И вот всегда, когда он выходит на улицу, все говорят, ой, какая шапочка. Ну, есть, как бы, внимание уже к шапочке, а не к ребенку, да? И все обсуждают, какая смешная шапочка, какая она удивительная, где вы ее взяли. И разговор начинается не о ребенке, не о его здоровье. Очень актуальный вопрос у меня есть. Зеркала и показывание детей в зеркало до года. Мне удобно мыть его ванной над раковиной, ну, потому что он тяжеленький, и попробуй там где-то нагнись. И, естественно, над раковиной висит зеркало. И он на себя смотрит и радуется. Мне все время говорят, мой над ванной. Ну, вот сейчас я просто чувствую, как ты хочешь ответить на этот вопрос. Да, Алена и зеркала – это практически родственники. Я хочу сказать, я знаю очень много о зеркалах, я работаю с зеркалами. И я бы сказала, что с зеркалами надо на вы. Вот не надо с ними понебратство. То зеркало, которое висит в ванной, если вы умываетесь и взгляд остановился на себе, это абсолютно нормально. Но если ребенок часами играет с зеркалом, сматривается в него, как говорят о детях, устами младенца глаголит истина. И почему иногда детки ведут себя странно, смотрят в какой-то угол, показывают что-то пальчиком, как видят кого-то. Вот кошка и ребенок реагируют, и вы понимаете, зеркало имеет свою магию. Ребенок, он маленький, ясновидящий, у него потом может пропасть этот дар. А рождаются с большими способностями. И мы не знаем, кого он там увидит в этом зеркале. Возможно, ребенок увидит то, что его может испугать. Нельзя относиться к зеркалу, как к игрушке для детей. Зеркало может выпивать энергию ребенка. А если в комнате висит? Я бы сказала, надо немножко поднять. А шкаф-купе? У нас тоже была эта проблема. Мы делали ширмочку. Она где-то вот на расстоянии выше метра закрывала вот низ сам этого зеркала, пока не вырос ребенок. Главное, чтобы зеркало не стояло в комнате у ребенка, и чтобы он ночью, когда спит в своей кроватке, не отражался в нем. Над этим стоит задуматься. Пока мы думаем, давайте по чашечке кофе, девчонки. Нес-кафе классик. Все начинается с Нес-кафе. Итак, Лена, какая следующая примета? Следующая примета вообще просто из ряда вон. Моя мама гуляла на соседской улице и встретила там каких-то женщин, но разговорились. В разговоре начали что-то по поводу еды, потому что у ребенка уже зубки. Пора вводить не только яичный желточек, но и мясо. И тут встал вопрос рыбы. Мне сказали, что нельзя кормить рыбой до года, потому что заговорит поздно. Естественно, мама приходит домой и начинает мне рассказывать, что ни в коем случае мы рыбой не будем кормить ребенка до года. Потому что на соседской улице проживает мальчик годика-полтора. И он, значит, немой, как-то поговаривают. Но реально думают, что он не говорит, потому что ел рыбу. Здесь вот какая-то удивительная таинственная связь между рыбой как едой и способностью говорить. Ну, просматривается, что нем как рыба. В том-то и дело. И вот как я должна реагировать? Естественно, я когда задумываюсь об этом, мне само смешно. И страшно одновременно. Я пока не давала еще. Но, насколько мне известно, то врачи не рекомендуют рыбу до 10 месяцев, потому что это связано чисто с тем, что рыба это все-таки уже достаточно тяжелый продукт еще для ребеночка. И могут быть просто проблемы с пищеварением. Пищеварением, но молва указывает на речь. Но вместе с этим я хочу подчеркнуть, что рыба содержит те компоненты, которые отвечают за умственную деятельность. Поэтому, если вы не будете давать ребенку рыбу, это наоборот может привести к тому, что он будет опаздывать в развитии. О рыбе я знаю многое. Я-то родилась в городе Бердянске, и все мое детство там прошло. Мы замурзанные. Это море. И обязательный атрибут в руках хвост рыбный. Вы понимаете, мы не ели конфет, мы кушали вот эту вот сушеную такую таранку или там бычки какие-то вот с этим хвостиком. Счастливое детство. Я категорически не приемлю это суеверие. Рыба это хорошо. Вот моя мама, врач-педиатр, она пришла как-то и говорит, морячки такие вот, где мужчины рыбачат. И задают вопрос, с какого возраста можно давать черную икру? А мама говорит, ну я не рекомендую. Они говорят, мы вот все знаем, мы своих вырастили. Оказывается, вот эти вот рыбачки, еще по старинке, по икриночке, по икриночке давали с яичком вот эти первые прикормы. С 6-7 месяцев и росли вот такие, знаете, крепкие моряки. И разговорчивые. И разговорчивые очень сильно. Если вы заметили, у меня на речь ничего не повлияло. Прекрасно. Я вижу прямо у Лены гора с плеч. Для меня это прекраснейшая новость. И я действительно через пару месяцев могу подключать уже рыбу. Мама и свекровь меня в этом точно уже не переубедят. Мы рассмотрели уже несколько примет. И Лена смогла сделать для себя вывод, следовать им или нет. Но есть еще, по-моему, примета, да? Да, это фотографии ребенка до года. Я заказала фотосессию, сфотографировали ребенка. Ему было 3 месяца. Естественно, первые фотографии. Мне хотелось с этим поделиться. Я пригласила всех родных. Мама, подружки ее, самые близкие. Пришла свекровь и забежали еще несколько соседов. Естественно, это же все в таких красивых красках. Когда все ушли? Дома был скандал. Вообще, как я посмела это сделать? Почему я ни у кого не спросила? Ребенка ни в коем случае фотографировать нельзя, потому что сглазит. Хотя, по большому счету, мы же с ребенком гуляем на улице. Почему? Причем здесь фотография? Сейчас мы разберемся. Да. И все так на меня послали. Конечно, да. На здоровье фотографируйте своих детей. Фух. Фотографируйте с момента рождения. Мой муж очень любил фотографировать. Очень любил. У нас шикарные такие душевные фотографии. Я вот вспоминаю их, вспоминаю ребенка. И видео, вот это все, это такая память о детстве, о первых днях жизни нашего ребенка. Эти фотографии находятся в семейном альбоме. Они все приклеены, подписаны. Месяц, два, три месяца. И эти фотографии ни в коем случае нельзя выкладывать в интернет. Нельзя. Тонкий вот этот вот его мир. А до какого возраста? В интернет ты имеешь в виду? Да. Это очень актуально. Но мы же все выкладываем и так радуемся, особенно когда видят наши друзья, знакомые. Тем более сейчас практически без соцсетей трудно. Тем, кому вы доверяете, вы можете показывать эти фотографии. Но на всеобщее обозрение, вы же сами понимаете, недаром наши звезды периодически прячут своих деток и никому их особо не показывают. До какого-то определенного возраста. Мама сама почувствует часто в три года, когда идет уже такая вот более энергетическая защищенность и крепость. Несмотря на то, что ребенка я начала фотографировать достаточно поздно, сравнительно со многими своими друзьями, но я разрушила другой стереотип в глазах наших бабушек. Какой? Я с ребенком с трех месяцев ездила за границу. И когда моя мама первый раз приехала со мной в Турцию, и ребенку было три месяца, она подошла ко мне удивленной и сказала, я думала наш будет самый маленький. Но он тут, наверное, самый большой. Самый старший. То есть когда она увидела, что масса европейцев с детьми путешествует, она просто обалдела с грудными детьми, с маленькими, с двухнедельными, с месячными. Да, потому что это, кстати, между прочим, тоже примета. До года не менять территорию, где он родился, потому что там другой климат, и он от этого умрет. Если это необходимо, либо если вы хотите куда-то поехать на море отдохнуть, ребенок грудной – это не помеха для того, чтобы родители продолжали жить полноценной счастливой жизнью. Опять ты Лену обрадовала. Тем более в 8 месяцев я уже спокойно могу ехать. Судя по настроению, Лена готова отбросить все приметы и куда-нибудь ехать. Ну, расскажи от своих впечатлений, какие ты выводы сделала для себя сегодня. Я на самом-то деле очень благодарна, потому что в первую очередь я наконец-то успокоилась. Я могу зацеловывать своего ребенка столько, сколько хочу, и, конечно же, его фотографировать с утра до вечера. Я сижу и так вот представляю – счастливый ребенок, летящий в самолеты с рыбным хвостом, зацелованный от печки. Лена, я желаю, чтобы твой малыш рос здоровым, счастливым, уверена, что с тобой у него это точно получится. Благодарю вас. Благодарю. Спасибо, что были у меня в гостях. Будьте свободными и счастливыми. И все будет добрым. Спасибо. Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.